Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал записки вязальщицы. Меня зовут Светлана и сегодняшнее видео будет достаточно длинным, потому что в нем я хотела бы с вами обсудить свои готовые работы, показать, что я новенького для себя купила, какие подарочки я получила. И в конце видео хотела бы с вами пообщаться по поводу нашей встречи в Одессе вязальной. И, пожалуйста, кому интересно, буду очень рада, если вы проведете вместе со мной это время. Итак, давайте, наверное, начнем с готовых моих изделий. Их не так уж много. Как видите, вот совсем небольшая стопочка, но вот третье изделие у меня уже его нет. Нет, я отдала, так как это был снуд на заказ под шапочку с ромбами из вытянутых петель. Есть видео на канале, где я показываю ее в готовых работах и отдельное видео, где я показываю, как я ее вязала. И вставлю, наверное, в конце видео этого просто фото самого снуда, либо вы можете зайти и более подробно посмотреть в моем профиле в Инстаграм. Я обязательно тоже ссылочку оставлю. И давайте покажу, что же у меня связалось. Это буквально вот за эту ночь и половинку утра. Если бы доченька вчера ночью не проснулась в два ночи, то я бы ее, наверное, подобила. Вот серенькая у меня была недовязана. Сейчас покажу вам их поближе на себе. Но для начала расскажу, из какой пряжи я вязала. Это вот NACA PureWalk Plus. Номера у меня были 11478 и 11479, но я не написала себе, где какой цвет. Ну, в общем, розовый, серый – это какой-то из этих цветов. Значит, в 100 граммах 30 метров, 100% шерсть и рекомендуется 15 размер спиц. Крючок вообще не указан. Вязала я вот такими спицами зинк. Я вам тоже когда-то показывала в одном из видео. 10 миллиметров на 80-й леске. И очень мне понравилось. Пряжа скользила, очень быстро продвигалось вязание. Но единственное, шапочки получились достаточно плотные. Я, в принципе, люблю вязание, чтобы оно было не прозрачным, да, таким с дырочками совсем-совсем, а было бы плотнее, тем более эта шапочка зимняя. И, конечно же, я думаю, что она должна быть более плотнее, связана, чем, допустим, обычное изделие. Очень мне понравилось, как эта пряжа легла в лицевой глади. Она достаточно мягкая, не колется совершенно на лбу, не доставляет никакого абсолютно дискомфорта. Очень мне понравилось. И достаточно хороший вариант, как замена большой пряжи, толстой, да, вот этой ровницы, из которой вяжут вот эти огромные шапки, аляски, да, по-моему, они называются. Я ее тоже вязала на спицах то ли 20, то ли 25, я уже и не вспомню. Но она совсем таким прям горшком кажется на голове. А вот эти я вам сейчас покажу. Мне очень понравилось, как они сидят. И брала я по два моточка, 100-граммовых, два серых и два розовых. На серую шапочку вот у меня осталось вот столечко. И набирала я здесь 40 петель, плюс одну для закрытия в круг, да, смыкания в круг для кругового вязания. И осталось совсем немножечко, но на помпон мне не хватило. А на вот эту шапочку ушло ровно два мотка. Мне даже не хватило ниточки, чтобы связать помпон. Прикрепляла другую ниточку. И, как видите, у меня уже здесь пришита вот такая вот бирочка, ручная работа. А всё потому, что эти шапочки также уходят на продажу. И вообще, почему, что это у меня за такой за шапочный бум пошёл? Я решила вот в этом сезоне попытать, скажем так, свою удачу и навязать несколько шапок разных моделей, разных расцветок, чтобы было всё неповторяющееся, чтобы каждый человек мог подобрать для себя что-то интересное. Просто вот навязать на наличие, чтобы они у меня были. И была у меня мысль просто отдать маме, либо сестре. Я вам рассказывала, что они работают в салонах красоты городских. И я думала, что просто вот отдам им. И когда девочки, женщины, клиентки будут приходить и увидят шапочки, может быть, кто-то заинтересуется и захочет себе приобрести. И, конечно, я почему не говорила даже вам об этом, что я вот планирую это всё на заказ делать, потому что я сама для себя не хотела делать такую установку, потому что немного переживала, боялась и не была совершенно уверена, что они будут продаваться. И я просто их вязала, тех моделей, тем узором, пряжей, возможно, чтобы я могла их потом либо носить сама, либо подарить кому-то в подарок. И он будет, скажем так, достойным и интересным. Вот. И, конечно же, продажа очень хорошо пошла, и сейчас уже спрос превышает предложение, потому что я не успеваю их вязать. Вот. Ну и когда нашла эту пряжу толстенькую у себя на полочке, вспомнила о ней, и, конечно же, взялась извязывать, потому что очень быстро продвигается процесс, легко, беспроблемно. И давайте уже, я уже утомила, наверное, своим рассказом, по мере вам покажу, как эти шапочки сидят на мне. Я уже выкладывала фото в Инстаграм, как они смотрятся. Вот такие. И вот эта шапочка, она нравится мне тем, что она вот немножечко выглядит как-то так, может быть, даже по-детски, но в этом весь её, скажем так, прикол и шарм, вот этот такой детский смешной помпончик, но, по-моему, очень смотрится мило, как-то подевичий, наивно, цвет очень красивый. И, как видите, вот из такой толщины пряжи вот эта шапка, обычные модели, да, просто клинышками связаны убавки, совершенно не смотрится голова как с горшком, да, надетым на неё. То есть достаточно аккуратно, и мне кажется, что даже молодым женщинам подойдёт вот такой фасончик. Вот такой бомбон прикольный. Кстати, вот на эту шапку я набирала 36 петель плюс одну для соединения в круг, но она достаточно плотненько сидит вот на мне. Вот так покажу поближе. И у меня уже закончились даже вот эти бирочки, все, что были у меня в наличии, потому что я же говорю, что просто не успеваю их вязать. И, конечно, большое спасибо маме. Я не ожидала, что они просто начнут улетать за считанные дни буквально. Вот так выглядит уже серенькая шапочка. Она уже больше как по высоте, так и по ширине. И, как видите, с меховым помпоном, потому что на неё, на помпончик уже не хватило ниточки. Вот остался такой вот небольшой клубочек, но его явно было бы недостаточно. Для создания помпона вот на вот этой помпоннице. Здесь 85 мм. Когда-то покупала себе самая большая, по-моему, эта помпонница от Knit Pro. Классная такая вещь, вообще потрясающая. И если помните, вот Nako Pure Wool, обычная не плюс, вот тоненькая, я вам её тоже показывала, и вот по сравнению с вот этой ниточкой, тоненькой, вот эта помягче. Толстенькая она, знаете, как будто бы более шершавая. Это гладенькая, шелковистая, а толстая она немножечко более такая, ну, в общем, не такая приятная к рукам, как эта. Но я, тем не менее, очень довольна. Она достаточно комфортно чувствуется, ощущается на голове. И я, конечно, очень довольна. И заказала на одном сайте, где я брала вот эти бирочки. Они у меня были разные, и кругленькие, и вот такие, с ребристым краем, да, узорным. Но вот я же говорю, все закончились. То есть это получается, что я связала 7 шапок и 1 снуд, да, вы все шапочки видели. Это первая партия у меня была. Она распродалась меньше, чем за неделю, наверное. Но там у мамы были выходные, и, ну, не знаю, за 3 смены, наверное, её она работает день через день. Наверное, за 3 или 4 смены продалось. А следующая партия у меня была из трёх шапочек. Из дропс с ромбами из вытянутых петель, вот, которую я показывала, как вязать в видео. Потом из дропс эйр с вышивкой цветочками. И вот мне кто-то под видео говорил, что не нужно никаких блёсточек, никаких камушков туда добавлять. Кто-то говорил, что можно было бы немножечко как-то приукрасить. Но я решила, что раз многим понравилась вот так, как она есть, я попробую. Если она не продастся, то я, конечно, её как-то доработаю и сделаю более интересной. Но она ушла буквально в первый же день после того, как я её отдала маме. И, конечно же, мне очень это приятно. Я очень воодушевлена и, конечно, очень благодарна маме. Поэтому, девочки, если у кого-то есть выходы на салоны красоты, какие-то парикмахерские, отдавайте туда свои изделия, вот такие небольшие, там они, как видите, улетают просто на ура, потому что все приходят в хорошем настроении, с денюжкой, да, и делают себе маникюрчик, делают себе какую-то укладочку, макияж. И тут же видят какой-то аксессуар, который подходит к их образу, к стилю одежды. И примеряют, и тут же забирают. По-моему, это самый вообще такой беспроигрышный вариант для места распространения ваших изделий. Поэтому вот задумайтесь, у кого есть возможность отдавать в салоны красоты, по-моему, это здорово. Вот. Значит, рассказала о своих процессах, о том, что у меня связалось. Также в целях извязать свои остатки, вернее, не остатки, а запасы несметные Ализе, хочу израсходовать. Вот последний моточек у меня остался, Ализе Лана Голд Классик от моего Рубана. Вот хочу довязать. И вот такой у меня есть моточек Ализе Кид Ройл Махер. Ну вот, начала только резиночку. И вот впервые вяжу на кубических спицах четверка. И впервые, вот сколько я вязала из Ализешного Кид Махера, посмотрите, какой мне попался брак. Вот такая ниточка, она как волнистая вся и без пуха на ней. И этот промежуток очень-очень большой. И, в общем, я как-то не сразу это заметила, теперь мне приходится искать начало, где начался вот этот вот непонятный брак. В общем, тоже будет какой-то аксессуар, какая-то шапочка, может быть, с косами, со жгутами какими-то еще пока не решила. Вот, это по процессам. И что еще купила себе? Если вы видите, вот стопочка большая холстгарна, ну, мы до него, до этой стопочки еще дойдем. А пока покажу, что у меня появилось в моем чехле от Чиагу. Но это не Чиагу. Я докупала кубические, недостающие мне размеры, спиц Нитпро. Очень мне нравится на них вязать шапки, снуды, вообще потрясающе. Обалденный кончик, достаточно острый, чтобы было удобно ими провязывать всякие косы, араны, но не такой острый, чтобы колоть пальцы. В общем, оптимальный вариант. Вот докупила, включая до размера 8, у меня были, вот восьмерочка такая толстенькая, были только размеры 4 и 5, а остальные, то симфонии деревянные, то какие-то акриловые, то зинги. Я в этих всех спицах разочаровалась и решила, ну, заменить их, докупить недостающие номера тех спиц от вязания, которым мне комфортно, и я получаю удовольствие. Вот, теперь у меня 2, 4, 6, 8, 9 9 размеров спиц с половинками. А, вот единственное, я не нашла маленькие кубические, поэтому мне пришлось взять обычное нитпро ново, но посмотрите, какой здесь тупой кончик. Если вот я вам сейчас возьму, это 3, 25, если я возьму Чиагу, вы сейчас посмотрите, насколько вообще у них отличаются кончики. Посмотрите. Ну, вот видите, да? Вообще, кардинальная разница, и мне, конечно, на вот этих, не знаю, как, подружусь ли я с ними, будет ли мне удобно ими вязать, но если найду 3,5 кубические, обязательно их куплю, именно вот стальные. Но вообще, почему, почему я купила именно нитпро? я же хотела Чиагу, полный набор укороченных, и мы, когда были с мужем на отдыхе, мы хотели оплатить на вот этом сайте, где я уже брала Pearl Essence в Великобритании, но такие были проблемы с оплатой, то, значит, у нас не хватало денег на карте, нужно было ее пополнить, а мы были в Западной Украине, и там не везде есть пункты, ну, вот в тех местах, где мы были, мы не находили пунктов для пополнения баланса, да, счета. Потом, когда посетили мы Драгобыч, там на центральной площади, мы увидели Приватбанк, значит, пополнили, но я себе предполагала, что мне нужна одна сумма на этот полный набор, муж пополнил с расчетом, там плюс-минус какое-то количество денег, чтобы оплатить эту покупку, мы приехали уже в номер, я давай рассчитываться, наполнять корзину, в общем, все, собрала, все, что мне захотелось, пытаюсь оплатить, ничего не получается, боже, сколько я намучилась, ничего у меня не вышло, потом я выяснила, что стоит ограничение, лимит на осуществление валютных операций через интернет, да, то есть не в гривне в нашей валюте, а там доллары, фунты, вот как с этим сайтом, в общем, я так намучилась, что махнула на это все рукой и заказала кубические, в общем, и знаете, я писала в инстаграме, выкладывала пост, когда уже получила эти спицы, сначала так обрадовалась, такое у меня было воодушевление, сейчас начну вязать шапочки, и подхожу к мужу и говорю, вернее, он сидел за моим столом и говорю, вот ты знаешь, говорю, купили бы мне хорошие спицы, классные, я их люблю, мне нравятся, но все равно мечтаю о Чиагу, все равно все мысли о них и снова думаешь о том, какой же будет следующий праздник, кому бы заказать, эти спицы, чтобы мне подарили, ну не знаю, может быть на Новый год все-таки попрошу Дедушку Мороза, вот, а муж мне говорит, да, ты знаешь, это, ну мы недавно тоже купили машину Volkswagen, на которую был огромный ажиотаж, и в общем, мы получили ее первыми, скажем так, по блату, по знакомству, первыми мы в Украине вообще, или вторыми даже, в каком-то городе, по-моему, нас опередили, вот, и значит, и муж говорит, да, ты знаешь, это как купить Volkswagen, а мечтать о Мерседесе, вот такие вот, знаете, у нас, у нас спицы и пряжа, а у них Мерседесы, Вольсвагены и БМВ, в общем, поэтому пусть терпят все наши растраты, они совершенно несравнимы с их запросиками, вот, ну, показала, наверное, все свои покупочки, теперь, наверное, покажу, что я получила в подарок, давайте начну, наверное, с вот такого замечательного блокнотика, который находится в шкатулочке, на замочке, но замочек уже утащила куда-то, кодовый замок утащила моя дочка, вот, вот такой классный с мостом, это мне подарила Дашенька Масиенко, вот, у него очень красивые листочки, и мне даже жалко на них писать, честно говоря, в общем, пока лежит, буду любоваться им, вот, и, кстати, всю жизнь, вот, все мое сознательное детство мечтала о блокнотике с замочком, но почему-то так он у меня не появился, ну, вот, видите, мечты сбываются, вот, еще мне, а, помимо этого блокнотика, Дашка мне вообще прислала такой подарок потрясающий, это вдогонку к моему дню рождения, прислала мне сыр, она знает, что я обожаю разнообразные сорта сыров, она мне прислала голубой сыр, он даже такой, он такой яркий, почти синий, с лавандой, и, по-моему, тимьян там был, или что, ну, в общем, точно помню, что там лаванда, такой потрясающе вкусный, вообще, я такого в жизни не видела, и тем более не пробовала, еще орешки мне вкусненькие прислала, лесные, в общем, Дашулька, спасибо тебе огромное, вот, еще мне подарили вот такую вот бобиночку, это подарок от Анечки Русанжик, нашего соорганизатора вязальных встреч наших, такая достаточно толстенькая ниточка, и если я правильно помню, здесь состав, ну, точно не знаю соотношения, но вроде как меринос с хлопком, и вот на ощупь он напоминает именно хлопок, ну, вот смесовую пряжу с хлопком, такая толстенькая, можно даже в одну ниточку вязать, и очень красивый цвет, такой, нежно-нежно голубой, как я люблю, вот, Анюта, спасибо тебе огромное, что, а, еще хотела вам сказать по поводу вот этой вебинки, я в прошлом видео оговорилась и сказала, что в ней состав 70% мериноса и 30% акрила, но я оговорилась просто, а здесь 30% кашемира, Ирочка, это то, что ты спрашивала, 30% кашемира и 70% мериноса, давайте, наверное, теперь перейдем к хостгарну, и прежде, чем я начну вам поближе показывать моточки, я вам расскажу вообще, собственно, как они появились у меня и вообще в Украине, в частности, в Одессе, у нас в городе, я много раз уже покупала, делала такие объемные закупки в магазине Вулкатон в нашем Одесском у Наташеньки, и однажды я ей написала, что Наташенька, вы не планируете в дальнейшем покупать хостгарн, вот, многие ее хвалят, и это такой сейчас тренд, все хотят попробовать, но негде ее приобрести, по крайней мере, в Украине, где я по сайтам пыталась ее найти, но нет, мне не встречалось, она заинтересовалась, попросила сбросить ей ссылочку, я ей отправила официальный сайт, она связалась с поставщиками этими, с продавцами, и говорит, выбирай любое, что ты хочешь, цены будут вот, как указаны на сайте, но правда там, а, и по-моему доставка, доставка я уже даже не помню, считала мне Наташа доставку или нет, уже затрудняюсь вспомнить, и магазин уходил на такие достаточно продолжительные каникулы, и наш заказ был сделан где-то в середине, может быть, даже в конце августа, и вот как раз в тот день, когда, вернее, в ночь перед тем, перед нашей встречей вязальной, мне Наташенька высылает фото вот такого пакована моего, подготовленного для меня пряжи, и говорит, что вот пришла она, и спасибо, Наташенька, если вы меня смотрите, спасибо за то, что вы согласились на такую авантюру, решились закупить, скажем так, для меня, да, грубо говоря, рискнуть, так попробовать, и большое вам спасибо, благодаря вам, вот, она у меня сейчас есть, потому что я сама бы однозначно бы не решилась делать такой заказ, и, кстати, оставлю обязательно ссылочку на Вулкотон магазин, там достаточно большая палитра этих, этой пряжи, и расскажу вам, вот, одна разновидность у меня колст, оттенок марш, вот он, вот такой, очень красивого, такого зеленого цвета, с легким меланжевым эффектом, очень таким деликатным, значит, 55% шерсти, 45% катона, хлопка, 50 грамм, 350 метров, рекомендуемые спицы, 2,5-3, вот, и у меня таких 6 моточков, дальше, следующая разновидность, это твид, потрясающего оттенка, лаванда, по-моему, называется, да, вот, твид, силово, лавендер, лавенда, лаванда, в общем, 70% шерсти и 30% шелка, 50 грамм, 287 метров, спицы 3-3,5, очень красивый оттенок, мне нравится, и вы знаете, кто-то говорит, что потрясающая пряжа, очень мягенькая, не колется совершенно, а кто-то говорит, вот, Оля, в частности, северное вязание, да, говорит, что она перед тем, как покупать эту пряжу, она зашла в магазин, чтобы ее пощупать, и она ей совершенно не понравилась, вроде как, она пыталась выбрать самое подходящее, да, для, по ее вкусу, по ее ощущениям, и как-то она там с трудом смогла сделать выбор, но, вы знаете, я получила их, и еще не связав ничего, ни одного образца, ни из единой из этих ниточек, мне уже очень нравится на ощупь то, что я ощущаю, очень мягкая, совершенно не колкая, ни одна из этих ниточек, я в восторге полном, и вот третья разновидность, это noble, цвет jasper, он такой, тяжело вот передать на камеру, вот, может быть, вот так немножечко будет понятно, он он такой баклажан со сливой, наверное, и встречаются такие голубые, желтенькие, тоненькие ниточки, красные даже, очень красиво, даже не знаю, как вам, ну, есть поближе фотографии, тоже у меня в инстаграм, там текстура более видна, отчетливо, значит, здесь 95% шерсти и 5% кашемира, 50 грамм, 333 метра, спицы 3-3,5, потрясающая ниточка, и по поводу этого цвета я очень сильно переживала, он мне на экране показался, когда я выбирала намного светлее, и когда он пришел, я, конечно же, испугалась, по поводу того, что из него вязать, как-то мне кажется, что для шапочки это немножко темновато, в общем, не знаю, но когда я принесла навстречу вот эти моточки, больше всех понравился именно вот этот оттенок, и, кстати, у меня одна из девочек, Машка, которая, вот я вам рассказывала, она выставляла свои работы, на гешефте нашем одесском, и поближе я у нее интервью брала, она была победительницей в инстаграмовском марафоне «Свяжем радугу» или как-то так он назывался, она у меня отжала вот такой один моточек, так она его тискала, тискала, в общем, вздыхала над ним, вздыхала, и как-то так она его к себе, к себе, все ближе и ближе, я говорю, все, Машка, бери, потому что когда вот нравятся так какие-то вещи, они обязательно должны быть получены, вот, в общем, их у меня осталось вот этого цвета, пять моточков, я брала шесть, ну, вот, минус один, получилось пять, твидовых у меня восемь, и зелененьких вот этих шесть моточков, так, ну, это, наверное, все из моих таких вот новостей, покупок, подарков, процессов и готовых работ, и сейчас хотела бы обсудить вообще нашу встречу, вы видели уже видео, многие, наверное, я, вы заметили, не попрощалась в нем, но я просто не сняла окончание уже нашей встречи, не успела тогда попрощаться и приехала настолько приятно уставшая, но у меня совершенно не было вообще никаких сил как-то доснимать, может быть, начало и конец для этого видео, я понимала, что если я сейчас в ближайшее время не выложу вот так, как все есть, я затяну это еще на несколько дней, пока я отойду от впечатлений и физически, морально, эмоционально, то это затянется как минимум еще на пару дней, ну, тогда уже это как-то теряет немножко актуальности, вот этот запал, задор, когда хочется вот прийти и сразу вот по горячим следам все пересмотреть, все вспомнить, запомнить и обсудить с девочками, посмеяться, в общем, выложила так, уж простите меня, кому было неприятно, что с вами не попрощались, вот, и я очень переживала вообще насчет этой встречи, хотя вот уже мы имели некоторый опыт, да, но как-то зная, что придут новенькие девочки, что будет еще больше народа, и как-то эта вся ответственность, вот на первой встрече ты не знал, куда-то идешь, и как-то мы рассчитывали, что никого и не будет, что мы себе там втроем, Аня, Даша и я соберемся, и никто к нам больше не придет, и мы себе посидим спокойненько, обменяемся подарками, впечатлениями, что-то там поболтаем, повяжем и разойдемся, но здесь уже когда мы поняли, что всем интересно, что столько людей пришло, и еще многие, кто-то не смог, кто-то не смог нас найти, так как у нас менялось в первый раз место, да, и не успели там, кто-то не успел почитать, мы не успели предупредить, да, и мы понимали, что уже на эту встречу будет еще больше народа, и, конечно, меня трусило просто вот еще с обеда дня, который предшествовал этой встрече, и в итоге я собиралась, и, как я рассказала, позабывала кучу своих вещей, пришлось судорожно искать что-то в мамыном гардеробе, что могло бы на меня подойти, в общем, нашли, пришла, и так оказалось много народа, мы посчитали, что было больше 20 человек, и что очень приятно, в этот раз у нас уже были две барышни, хозяйки, прекрасные магазины в пряже, у них есть профили в инстаграм, один называется магазин рукодельня, другой называется рукодельница, и приносили примеры пряжи, вот это аллегрия дорогущий, мы все потрогали, я пофоткала там Аню, в общем, очень было здорово, и, конечно же, в дальнейшем очень хочется, и мы на это очень рассчитываем, что в дальнейшем будут к нам присоединяться хозяйки, не просто поучаствовать, посмотреть, понаблюдать, да, поучаствовать в таких встречах, а будут заинтересованы, будут в какой-то мере поддерживать спонсорской помощью какой-то, потому что мы с девочками стараемся каждую встречу провести с какими-то приятными сюрпризами, делаем розыгрыши, конкурсы, конечно же, дарим подарки, и мы надеемся, что такая традиция сохранится, и, конечно же, хотелось бы такие моменты приятные развивать и делать их еще более интересными, запоминающимися, чтобы все больше народа хотело поучаствовать в таких наших мероприятиях, в этих встречах, вот, и, конечно, надеемся на сотрудничество и приглашаем, конечно же, тех, кому это интересно, и магазины, и девочек, кто хотел бы, но снова не смог присоединиться к нам, и вот по поводу, вот, писали под комментариями и в инстаграме под фотографиями, и вот под видео, что как здорово, какие вы молодцы, очень жалко, что не проходят где-то в ваших городах, в Киеве, где-то там в Тюмени вот писали девочки, и что я хотела бы вам сказать, берите инициативу в свои руки и организовывайте сами такие встречи, если вы помните, кто уже давно со мной смотрел мои первые видео, я говорила, что я мечтаю о таких встречах, мечтаю, что они будут происходить у нас в городе, но я однозначно не предполагала, что это так быстро может и так легко осуществиться, вот такая моя мечта, и все началось с самого безобидного, с моей переписки с Дашей, когда я ей написала, что Дашуля, давай, может, ты приедешь ко мне в гости, пообщаемся, как-то лето, проведем прекрасное это время, и я даже не рассчитывала, что она приедет, что в ней есть столько авантюризма, что она с двумя детками из другого города на маршрутке сможет приехать, отпроситься у мужа, в общем, прошла все возможные не знаю, вопросы, преграды, и преодолела столько километров и приехала ко мне, и вот она согласилась, да, на вот такие вот встречи, ну, вот я предложила, она с радостью откликнулась и говорит, давай еще, вот есть Анечка Русанжик, у нее 150 тысяч подписчиков, она подтянет девчонок, и вот мы позвали Анечку, и Анечке большое спасибо, что она тоже заинтересовалась, хотя могла бы сказать, я вообще не была с ней знакома, могла махнуть рукой, сказать, что какие-то сомнительные девочки, какие-то сомнительные предложения у них, потому что я знаю, что Анечка со своими девчонками, со своими подписчицами, одесситками, она организовывала встречи, и они, ну, вроде как регулярно достаточно встречались, но, конечно, не в таком объеме, не в таком размахе, хотя не знаю, почему вот так, почему они сейчас такой размах приобрели, вот, и вот благодаря девчонкам, их энтузиазму, их какой-то вере, вот, все вот это смогло воплотиться в жизнь, и теперь к нам подключаются все новые, новые девочки приходят, и новые тоже снова узнают, и очень хотят присоединиться, поэтому обязательно берите инициативу в свои руки, не бойтесь, знакомьтесь с девчонками из ваших городов, вязальщицами или вышивальщицами, неважно кем, и приглашайте, бросайте клич, зовите, и я уверена, что у вас получится однозначно тоже организовать в своих городах, в своих каких-то поселках, населенных пунктах подобные встречи, вот, ну, наверное, на этом все, большое вам спасибо, что были со мной, я надеюсь, я вас не утомила, как всегда, видео получилось далеко не коротеньким, буду очень ждать ваших комментариев, вашего мнения по поводу шапочек, и может быть вы тоже сейчас вот в этом сезоне хотите попробовать навязать аксессуаров на продажу, но боитесь, потому что многие девочки говорили, что в том числе на ютуб, что навязали, навязали, а потом ничего не продалось и махнули на это все дело рукой, но вот я вам показываю свой пример, вот, абсолютно откровенно, что есть место таким продажам, просто, наверное, нужно подбирать такие наиболее злачные места, где скапливается много положительно настроенных, с хорошим настроением, с возможностями финансовыми женщин, девушек, вот, поэтому это надо, конечно, все просто подумать над этим и подобрать правильно место, вот, буду, конечно же, ждать ваших комментариев, с удовольствием с вами пообщаюсь, уже очень соскучилась, вот, и на этом все, всем большое спасибо, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok